А вот еще одна забытая десятка фильмов, которые не были сверхкассовыми или крайне распиарены. Они были хорошими, но затерялись среди обилия других картин. И теперь о них стоит вспомнить. Ведь, возможно, они навеят на вас детские воспоминания. И вы хотя бы на недолго отвлечетесь от захлестнувшей бытовухи. Смертельная охота, 1981 год. Режиссер Питер Хант. На территории Юкона в 1931 году Альберт Джонсон, американский охотник-одиночка, натыкается на организацию собачьих боев. Белая немецкая овчарка тяжело ранена. И Джонсон забирает ее себе, заплатив 200 долларов владельцу. Огорченный обращением с ним, владелец собаки Хейзел приводит несколько своих друзей в хижину Джонсона. Там они начинают стрелять и проводят диверсию. Один из преследователей оказывается подстрелен. Команда Хейзела приходит к выводу, что человек, спасший собаку и ушедший от преследования, является безумным траппером. Возможно, мифическим серийным убийцей, который убивает других трапперов и забирает их золотые зубы. На ноги была поднята королевская конная полиция. После этого начинается настоящая охота на Альберта Джонсона. К охоте присоединяются все любители повеселиться. Но охота за наградой оказывается весьма опасной, и многие не выживут. Фильм частично повторяет реальные события, произошедшие в 1931 году, где траппер Джонсон в течение трех месяцев был преследуем канадской полицией и добровольцами. Картина вольно интерпретирует те события, и в фильме Джонсон показан храбрым и справедливым человеком. В главной роли сыграл Чарльз Бронсон, сыгравший в «Великолепной семерке», «Однажды на диком западе», «Красное солнце», «Пассажир дождя», «Сумеречная зона» и во многих других фильмах. Для любителей киноискусства этого человека представлять не нужно. Но появились в этом фильме и другие актеры, например, Ли Марвин, Эндрю Стивенс и даже Карл Уэзерс. Более ранними фильмами, использующими ту же тему, были «Безумный ловец» 1972 года или сериал «Вызов свободе» 1975 года. А из последователей очень похож развитием событий «Рэмбо. Первая кровь», где полиция также преследует почти ни в чем не повинного человека в случае с «Рэмбо» бывшего военного. Добрый вечер, я Кларк Грисволд из США. У нас зарезервирован номер на четверых. Нет, нет, дай в пролете, приятель. Все номера заняли макаронники. «Европейские каникулы», 1985 год. Американская комедия и продолжение фильма «Каникулы» 1983 года. Семейство Грисволд побеждает в телевизионном шоу и выигрывает путешествие по Европе. Первая остановка у них в Великобритании. Но жизнь в отеле там оказывается не такой, как в буклете. Отель очень дешевый, да и люди на улицах здесь совсем другие. Кларк Грисволд берет на прокат автомобиль, но не может освоиться с левосторонним движением. Ну и, конечно же, попадает во множество ДТП. Сбивает велосипедиста и долго не может съехать с круговой развязки у Ламбетского моста. В Париже семья пробует французскую кухню, посещает Эфелеву башню и вульгарное ночное шоу, чему очень рад сын Расти. Также они побывали в Германии и Италии, где все становилось только хуже. Ведь этот фильм про семью Грисволд наполнен шуточками и реальными заметками из настоящих путешествий самых простых семей. Ну и, конечно же, не обойтись без штампов. И в каждой стране они свои. Грисволды прочувствуют их каждый. И все это будет сделано в очень смешной манере. Ведь в главной роли, как и в первой части, Чеви Чейз. Комик с многолетним стажем. В роли его жены Эллен Грисволд Беверли Д'Анджело. В роли дочки Грисволда тут произошли маленькие изменения, теперь Дэнна Хилл. И в роли Расти Джейсон Лавли. Хоть эта вторая часть была встречена прохладнее, чем первый фильм, мне все-таки кажется, шуток здесь не меньше и все события не сильно отходят от канона. Даже черного юмора здесь будет чуть поменьше. Бабка больше не умрет и собаку не привяжут за поводок к машине. Это самый популярный фильм с актером Чеви Чейзом. И дальше будут Рождественские каникулы и Каникулы в Вегасе. А в 2000-х годах еще короткометражка каникулы в адской гостинице и полное переосмысление в новых каникулах. Побег невозможен, 1994 год. Американский фантастический боевик, выпущенный в некоторых странах под названием «Побег из Апсалома» или «Апсалом-2022». Режиссер картины Мартин Кэмпбелл, «Казино Рояль» и «Маска Зорро». В 2022 году начальник одной из колоний создал совершенную тюрьму будущего. У нее нет ни стен, ни надзирателей, ни камер. Однако убежать оттуда невозможно. Апсалом – затерянный остров, на котором самые опасные заключенные предоставлены сами себе. Навсегда отрезанные от цивилизации, они живут по законам первобытного общества. Одни уже мало чем отличаются от животных, другие еще пытаются сохранить человеческий облик. Капитан морской пехоты Джон Робинс попал на Апсалом после того, как отказался выполнять несправедливый приказ. И он единственный из заключенных, кто решил доказать всем, что совершенных тюрем не бывает. Конечно же, главному герою не справиться в одиночку. Фильм был основан на романе Ричарда Херли «Исправительная колония» 1987 года. Джона Робинса сыграл Рей Лиотта и получил за эту роль полтора миллиона долларов. Также здесь появился Лэнс Хендриксон в роли отца и даже Эрни Хадсон из «Охотников за привидениями», сыгравший Хоукинса. В том же 1994-м была выпущена видеоигра с одноименным названием для Sega Genesis и Super Nintendo. А Marvel Comics опубликовала мини-сериал комиксов из трех выпусков. Также картина выходила на VHS и на лазерных дисках. На Blu-ray фильм переиздали в 2018 году. Посетитель, 79-й год. Научно-фантастический фильм ужасов режиссера Джулио Парадизи. Основанный на рассказе итальянского писателя Овидио Ассонитис. В загадочном инопланетном пейзаже Ежи Кольцович переживает введение мощного и разрушительного шторма, вызванного молодой человеческой девушкой. Его коллега, похожий на Христа, рассказывает своим ученикам о конфликте Заттина и Яхве. Заттин сбегает на Землю столетия назад. И хоть Яхве и убивает его, дух Заттина продолжает жить в умах человечества, ожидая возможности возродиться и посеять хаос. Непростая история о божествах и их последователях в нашем мире. Богатый и влиятельный мужчина Реймонд начинает ухаживать за вдовой Барбарой Коллинз. Но насчет его любовных настроений она может не обольщаться. На самом деле, Реймонд выполняет задание таинственного сообщества, которое и планирует оживить Заттина. Чтобы это стало возможно, сообществу и нужна Барбара Коллинз. Ведь силу Заттина получит ребенок Барбар. Реймонда Армстеда здесь сыграл Лэнс Хендриксон. В роли доктора Уокера Мел Феррер, а роль Барбары Коллинз Джоэн Нейл. Хороший и довольно необычный фильм из 70-х, где Лэнс Хендриксон еще довольно молод. За прошедшее время фильм приобрел культовый статус. И если вы еще его не видели, то стоит посмотреть. Удаленный контроль? Надо же, прямо как название фильма. Удаленный контроль, 88-й год. Американский научно-фантастический романтический комедийный фильм, снятый режиссером Джеффом Либерманом с Кевином Диланом в главной роли. Продавец видеомагазина Космо натыкается на заговор инопланетян. С целью захватить Землю путем промывания мозгов людям с фальшивым научно-фантастическим фильмом 50-х годов. Кассета эта выдается на прокат в видеомагазине. Космо и его девушка отслеживают производство поддельного фильма на киностудии, находящейся под контролем инопланетян. Они должны участвовать в гонке, чтобы остановить пришельцев, прежде чем ленты смогут быть распространены по всему миру. Полиция же, конечно, считает, что все происходящее дело рук маньяка и даже подозревает Космо. Дистанционное управление сочетает в себе элементы триллера, ужаса, боевика и научной фантастики с сатирическим юмором. Хотя из-за этого обилия жанров критики были в недоумении. Отсюда не самые хорошие оценки. Релиз фильма на видеокассетах состоялся в 90-м году, а в 2013-м было выпущено юбилейное издание на Blu-ray и DVD. Потрошитель разума, 95-й год. Американский фильм ужасов, выпущенный на HBO. В некоторых регионах фильм преподносится как продолжение оригинала «У холмов есть глаза». И иногда фильм называют «У холмов есть глаза 3», «Аванпост» или «Уэс Крейвен представляет потрошителя разума». Уэс Крейвен, скорее всего, единственная связь этих, по сути, разных фильмов. Сюжет рассказывает об ученых, которые пытались создать суперсолдат в очередной раз. И, конечно же, эксперименты заводят ученых в тупик. Чтобы остаться в живых, выведенное существо вынуждено питаться человеческим мозгом. Единственный человек, который способен уничтожить монстра – гениальный ученый Джим Стоктон. Но даже он не знает, какие ужасы таятся в таинственном подземном лабиринте. Роль Стоктона сыграл Лэнс Хендриксон. Звезда Чужих, Терминатора, Трудной Мишени, Секретные Материалы и еще многих-многих других фильмов. Но это не помогло потрошителю разума спастись от забвения. Хотя поначалу все казалось логичным. Уэс Крейвен представляет фильм ужасов с отличным главным героем и атмосферой ужаса в темных коридорах. Непобедимое сочетание, но что-то пошло не по плану. На самом деле сценарий был написан Джонатаном Крейвеном, а режиссером выступил Джо Гейтон. А сам Уэс Крейвен здесь только лишь в качестве продюсера. Возможно, поэтому все получилось довольно клишированно. И даже в некоторых моментах скучно. Даже сам Лэнс Хендриксон стесняется вспоминать, что снимался в этом фильме. Но единожды этот фильм посмотреть стоит. Ведь в наших подборках 10 забытых фильмов мы видели еще и не такое. Сокрушитель. 97-й год. Оригинальное название «Защитник». Американский фильм в жанре «Боевик». Снятый режиссером Джеком Гиллом. Лучшие работы Эрин Брокович. Сюжет рассказывает историю Джеффа Конвея. Бывшего спецназовца и частного детектива. Расследующего исчезновение вирусолога. Он лучший в службе безопасности. Очередное дело выводит его на руководителя вирусного центра. Доктора Рэмси. Который разрабатывает смертоносное оружие. Вычислив Конвея. Рэмси заражает его вирусом Феррес. Который убивает человека за 48 часов. За это время Джефф должен проникнуть в неприступный центр. И решить этот вопрос жизни и смерти. В главной роли сыграл Мэтт Маккольм. Он появился в «Матрице перезагрузки», «Мыслить как преступник» и «Сиасай место преступления Майами». Доктора Рэмси сыграл Рон Перлман. Также здесь появится Кэрол Альт из сериала «Гром в раю» и Джон Рис Дэвис, который когда-то сильно засветился в «Индиане Джонсе». «Лос-Анджелес Таймс» в 1996 году назвала каскадера и актера Мэтта Маккольма голливудской звездой боевиков следующего поколения. Герой произвел впечатление на зрителей идеальной мускулатурой, навыками боевых искусств и своей актерской харизмой. Но так или иначе фильм получился средним и в 1997 году вышел на видеокассетах. А тогда уже почти наступил закат видеосалонов и фильм попросту забыли. Мантис, 1994 год. Американский супергеройский телесериал, который транслировался в течение одного сезона на Fox Network. Богатый ученый, доктор Майлз Хокинс, был ранен в позвоночник и теперь прикован к инвалидной коляске. Его по случайности ранил полицейский во время беспорядков. Ученый проигрывает судебное дело против департамента полиции и обнаруживает доказательства обширного заговора. Поэтому решает самостоятельно разобраться со всеми делами. Используя ресурсы компании, он создает экзоскелет и делает черный бронежилет, очень похожий на костюм из игры Кризис. А скорее даже в игре Кризис костюм похож на вот этот вот костюм Мантис. Теперь этот бронеэкзоскелет наделяет его сверхчеловеческой силой, скоростью и ловкостью. Плюс он способен стрелять несмертельными парализующими тротиками прямо из запястья. Теперь-то главный герой может бороться со всей преступностью в городе. Поэтому этот сериал и называется супергеройским. Фильм был спродюсирован Сэмом Рэйми, тем человеком, который создал вселенную зловещих мертвецов. Всего вышло 23 серии, включая пилотную. Но, к сожалению, на видеокассетах сериал выпущен не был. И посмотреть мы его могли только позже на DVD. Весьма забытый сериал, особенно в России. Обливион 2. Отпор. 96-й год. Американский космический вестерн от режиссера Сэма Ирвина. Действие фильма начинается вскоре после событий первого фильма. О нем мы рассказывали в предыдущих выпусках. События разворачиваются в инопланетно-западном мире Обливион. Обходительный, но смертоносный охотник за головами по имени Суини прибывает, чтобы арестовать соблазнительного преступника Лэша по нескольким обвинениям, включая убийство. Суини это самый смертоносный охотник во вселенной. И несмотря на то, что он выглядит как английский Дэнди, на самом деле он гораздо зловещ. Лэш, который только что унаследовал рудник Дерпония, самого ценного минерала во вселенной, сталкивается с Джаггаром, который хочет забрать шахту себе и использовать ее руду, чтобы править галактикой. Отсюда происходит стычка с шерифом Обливиона, Джаггаром и Суини. Ну, в принципе, вот такой вот примитивный сюжет. Большая часть съемок фильма проходила в Румынии. И в актерском составе были даже несколько звезд. Например, Эндрю Дивов или Мэг Фостер. Бюджеты фильма что первого, что второго были 2,5 миллиона долларов. Но первый фильм, хоть и раскритикован, мне все же кажется лучше, чем второй. Да и смотреть их нужно ровно в численном порядке. Чтобы понять, что вообще происходит во втором, нужно посмотреть первый. Тайный план 2001 год. Канадский боевик, снятый режиссером Марком Гринье. Заклятые враги мафии и засвеченные агенты знают, что с помощью знаменитого эксперта Джейсона Прайса, они смогут навсегда затеряться в недрах его суперсистемы Дедал, опутавшей всю страну сетью явок и связных. Прайс никогда не подводил своих клиентов. Но когда его защита понадобилась людям, готовым разоблачить преступные деяния мафиозного картеля Икар, надежная система сокрытия дала сбой. На охоту за подопечными Прайса вышел снайпер по прозвищу Чистильщик. И теперь Джейсону нужно выяснить, как этот меткий убийца сумел раскрыть все тайны его работы. И не помогли ли ему в этом всесильные спецслужбы, преследующие свои корыстные цели. У Прайса и его гениальной команды есть считанные дни для того, чтобы разгадать эту кровавую загадку и спасти всех тех, кому они подарили новую жизнь. В главной роли сыграл легендарный Дольф Лунгрен, универсальный солдат и Рокки 4. Ну и конечно же Ангел Тьмы с Мэтиасом Хьюзом. А кстати, знаете как настоящее имя Дольфа Лунгрина? Нет, не Иван Драго. Его зовут Ганс. Во время съемок этого фильма, Дольф признался прессе, что уходит из кино, чтобы больше быть с семьей после рождения второй дочери. К счастью, ухода не произошло, и мы увидели еще много фильмов с ним. Всем фанатам боевиков 90-х вполне себе можно посмотреть этот фильм, хоть он и не будет в лидерах, а затеряется где-то посредине. Как уже и говорил ранее, наступали двухтысячные, и герои боевиков стали никому не нужны.